Что вы думаете по поводу такой акции? Ой, я в восторге, честно говоря, и я вам благодарен именно за эту акцию. Я помню ту первую, которую возле дома офицеров вы проводили. Все очень здорово. Я об этом тоже писал у себя в фейсбуке. Конечно, конечно, ну, может быть, у меня, как уже у взрослого человека, только есть некоторое всегда смущение по поводу такого игрового момента, но я понимаю, что без него невозможно, чтобы привлечь внимание людей. Некоторое веселье присутствует. Мне вот наши некоторые блогеры всегда были удивительны. Они там поднимают тему старого Иркутска и делают такие веселые селфи на фоне погорелых домов. Вот хотелось бы, чтобы вот этого не получилось. Хотелось бы, чтобы все-таки вот этот энтузиазм, он все равно выходил потом на какой-то серьезный результат. Но я думаю, так и будет. Ваше мнение по поводу закона, который необходим? Ой, я так сразу не готов ответить, но вот то, что я слышал, было озвучено. Конечно, об этом эта мысль давно витает. Это я даже говорил и всегда считал, что покуда мы не знаем и не имеем концепции застройки исторического Иркутска, а ее нету до сих пор, плана детальной планировки нету, генплана в этом отношении нету, и они, по-моему, его не собираются иметь, потому что им просто невыгодно. Городским градостроителям, которые занимаются застройкой Иркутска, я так считаю, невыгодно иметь какой-то план, потому что иначе они должны были бы ему следовать обязанные. Сейчас они имеют право, возможность под подпись, под какие-то там, я не знаю, аргументы материальные, выдавать разрешение то этому, то этому запрещать и так далее. Конечно, должен быть жесткий закон о том, что все, что снесено было, не имеет права застраиваться новой застройкой, просто по той причине, что нету этой концепции архитектурной. Я допускаю, вернее, не допускаю, считаю, что да, в старом Иркутске не значит только восстанавливать, можно застраивать и новое, но это целая, скажем так, архитектурная наука. Как застраивать исторические центры? Если очень коротко, то есть два варианта. Либо сохранить музейный, так сказать, заповедный участок, а для этого Иркутска совсем небольшой был, особенно вот эти вот кварталы деревянные, они вполне допускали того, чтобы их сохранить именно как заповедные такие места, но уже не получилось, эта среда уже разрушена. Второй, значит, тогда каким-то образом ограничить вот эту частную и точечную застройку. Конечно, никакой частник, который владеет землей, а именно сегодня, по-моему, проблема в них, не должен иметь право строить то, что ему хочется. В центре города должно быть зарегулировано строительство. Частники строят, у нас очень много земли в городе, окраин и так далее, а вот центр должен контролироваться обязательно городскими властями.